Большое торжество отмечали накануне православные жители Сердобской епархии. С Днём Ангела поздравили епископа Сердобского и Спасского Митрофана. На литургию собрались все архипасторы Пензенской митрополии и сотни мирян. Репортаж Евгения Белохвостикова. В будний, пасмурный день в Сердобском соборе Михаила Архангела было тепло и многолюдно. Здесь совершили божественную литургию, посвященную одному из главных торжеств Сердобской епархии, в дню тезу имениства правящего архиереи, епископа Сердобского и Спасского Митрофана. Своё имя в монашеском постриге он получил в честь святителя Митрофана Воронежского, одного из самых выдающихся русских архиереев Петровских времён. Владыка Митрофан управляет Сердобской епархией всего лишь два года, но в Пенизенском крае знают его уже много лет. Прежде всего, как строителя Христорождественского собора в Зимеччино и первого в новейшей истории наместника Тихвинского монастыря в Ваденске. Я помню ещё, когда Владыка пришёл буквально только с армии и всегда был на богослужениях в храмах, где служил Владыка Серафим Тихонов. Он и на клеросе нёс послушание, и читал, и пел. Запомнилось вот это приезжание к службе. Всегда будущий Владыка Митрофан любил богослужения. И когда уже мы приезжали все, и в Ваденск к нему, где был наместник монастыря, всегда ощущение молитвы, ощущение служения Бога, его особо, как видно, Господь избирал для этого. Сирдопская епархия – самая большая в Пенинской области. В неё входят 12 юго-западных районов и свыше 160 храмов. Пожелать прежде всего рвения апостольского в вашем служении. Сил, которые Господь посылает всем нам для того, чтобы нести Его Слово для всех тех, кто желает и кто не желает Его слышать. Для этого, конечно, нужно крепкое здоровье. Для этого, безусловно, нужно огромное терпение. Как святитель Митрофан в 1682 году стал первым епископом Воронежским, так и преосвященный Митрофан стал первым в истории епископом Сердовским и Спасским. Начинать что-то всегда непросто, но с Божьей помощью всё возможно. Сказать, насколько это трудно, сложно, я бы сказал, что это очень ответственное послушание. Потому что всегда, наверное, в любом деле, что-то начинать, любое начинание, оно всегда даётся с какими-то сложностями. И потом, как бы сказать, это шествие тем путём или той дорожкой, которая когда-то ещё пока не проходила. Субтитры создавал DimaTorzok